Глава городского округа, депутаты, представители управления технического надзора, капитального ремонта провели осмотр объектов в поселке Пролетарский. Капитальный ремонт школы идет согласно срокам. В этом убедились и проверяющие родители школьников. Капитальный ремонт школы в Пролетарском выполнен более чем наполовину. Глава округа, представители водоканала, технадзора и педагоги обсуждают текущие моменты. Коллеги, вместе мы все сообщаем, мы в состоянии решить любые трудности, понять и услышать друг друга и вместе сообщать, сдать вовремя и качественно такой необходимый, важнейший объект, как школа. Ко дню знаний образовательное учреждение должно распахнуть свои двери перед детьми. Школа построена в 1963 году. Ранее здесь капитально ремонтировали только крышу здания. От гремели выпускные, последние звонки, все это прошло у нас не в школе, в нашей родной, любимой. Конечно же, мы с нетерпением ждем, когда школа распахнет двери, наступит 1 сентября. Радует, какими темпами идет строительство. Фасад будет выполнен в красном и цвете слоновой кости. По просьбе представителей школы с торца здания, там, где спортзал, появится российский триколор. Ремонт идет школы в соответствии графика, даже с небольшим опережением. Значит, на работу строительно-монтажных сейчас задействовано 63 человека, 2 единицы техники. Завершены работы черновой отделки, это стяжки полов, значит, штукатурные работы, демонтажные работы, утилизация и вывоз мусора. Сейчас завершается работа по кровле, то есть уже 85% готовность покрытий, профлиста и рулонового материала. Монтаж окон 95%. Заказаны, планируется через две недели поставка внутренних дверей. Вместе с сотрудниками администрации, строителями, депутатами Ириной Евсеевой и Светланой Семоровой ход ремонтных работ проинспектировали и родители. Евгения Аксенова когда-то сама оканчивала пролетарскую школу. Сейчас здесь учатся ее сын и дочь. Много что изменилось в школе. Самое главное, мне понравилось, что лестницу третью нам хотят открыть, которая много лет была закрыта. Ну и вообще, внешний вид все равно меняется. Школа будет для меня более современная. В середине августа в школу начнут завозить новое оборудование и мебель. Ремонт в школе проводится в рамках президентской программы.